Передвигаться без костыля инвалид первой группы Гульдана Марахметова не может. Диагноз остеопороз навсегда изменил жизнь 29-летней девушки. Из-за хрупкости костей, которая сопровождает болезнь, ей 10 раз пришлось пережить перелом костей ног. Теперь у Гульданы одна нога короче другой на 15 сантиметров. Никто ведь не виноват в этом диагнозе. Это жизнь. У меня есть сын, ради него я не перестаю бороться. Бороться с жизненными трудностями Гульдане приходится в маленькой съемной квартирке. Здесь женщина воспитывает трехлетнего сына. Однако пособия в размере 27 тысяч тенгей едва хватает на питание и аренду жилья. Отдать малыша в детский сад матери не по карману. Оплата для нас неподъемная, поэтому пока как-то своими силами, своими средствами за счет своих собственных заработных плат как-то еще выкручиваемся. В сложной ситуации оказалось и городское общество инвалидов. Совсем недавно их выселили из старого здания. В новом нет никаких условий и очень тесно сетуют люди с ограниченными возможностями. Несмотря на сложности, активисты общества прилагают все усилия, чтобы решить проблемы инвалидов. На днях закончили пандус изготавливать банк Каспийский, Каспий-банк. То есть они к нам обратились. Первоначально они уже, пандус к завершению у них шел. Единственное, мы не одобрили его в том, что там не выдержаны были технические условия. После нашей консультации сейчас они сделали прекрасный пандус. В общем, организация обращается. В основном мы сейчас занимаемся больше доступом, потому что сейчас это действительно больной вопрос. Тем временем число инвалидов в Шумкенте растет с каждым годом. Если в 2012 году их было 20 тысяч, то в 2013 году количество людей с ограниченными возможностями увеличилось почти на 800 человек. Специалисты САБЕЗа связывают это с ростом дорожно-транспортных происшествий на дорогах и миграцией жителей аулов.